Взял покататься, а эту тачку рассматриваем под замену Infiniti. На самом деле классная машина за свой день. И чтобы просто не пиздить об этом, я купил Kia. Смотрим, смотрите, корейцы делают идеальный зазор. По горизонту вот так ведешь, все четко. Снимай. Сейчас видео идет уже. Отлично, снимай. К сожалению, я записываю это видео на телефон. Я не снимал с машины пленочки вообще никакие. Потому что я был под вопросом. Девочка остается в семье или девочка не остается. В связи с тем, что Паша объяснил девочке, что нужно делать для того, чтобы остаться с этим мужчиной, и она теперь поняла, что мне придется снять пленочку. Вот я снимаю сейчас. Может быть, низко показываю. Для меня это ответственно. Вот одна пленочка. Вот вторая пленочка. Третья тоже. Вот третья пленочка. Четвертая. Я все пленочки сохранил. Девочка. Взял покататься, но сейчас не буду. Вообще, ну вот попробовал послушать вас и поснимать бюджетные машины. Была такая мысль. Нужно послушать некоторых подписчиков и поснимать для них, потому что им интересно. Вот поснимай нам, пожалуйста, про бюджетные машины. Нам так интересно. Мы так хотели бы. Снял одну бюджетную машину, вторую, третью, четвертую. Ну, там несколько каких-то снял. Солярис там сняли. Во-первых, мне не особо интересно. Во-вторых, затратная часть слишком большая для этих съемок. Ну и в-третьих, да не в кайф. Единственное, что из бюджета зашло, это К5. Но, видимо, это произошло только по причине того, что она новая. Ну, то есть она только появилась. А так, в принципе, про бюджет никому не интересно слушать. Но, в принципе, я должен был попробовать. Теперь я абсолютно точно убежден в том, что этого делать не нужно. Вот так. А эту тачку рассматриваем под замену Infiniti QX56, который просто заманал. Этих машин еще нет. Я сейчас что-то покажу, как тут меняется. Вот это очень круто меняется. Тынс. Тынс. Ну, кстати, если бюджет снимает, то его можно снимать исключительно по... Там вот в таком формате. Ну, можно. Вот, поэтому, дорогие мои друзья, подписчики, те, кто наблюдает за мной. Ребята, пожалуйста. Давайте поставим на этой истории точку. Помните, я делал дозрайвки? К5. Стингер. И мне многие писали, Давидыч, типа, зачем ты... Это реклама? Или это на самом деле классная машина? Да, это на самом деле классная машина за свои деньги. И чтобы просто не п***ть об этом. Я купил Kia. Скоро будет. Боксерские перчатки висят, а тут это... Смотрим. Смотрите, корейцы делают идеальный зазор. По горизонту вот так ведешь. Все четко. Смотрите сюда. Идет резиночка. Она не больше, не меньше. Ровно. Ровненько прям все. Ровненько, ровненько, ровненько. Здесь она переходит под крыло. И смотрите, дальше она спускается, спускается. Идеально. Все. Закончено. Есть допустимый зазор. И дальше она работает по этому допустимому зазору. Ну, вот как до этих машин докопаться можно? Как до этой сборки можно докопаться? Ну, вообще, вот вопросов нет у корейцев у меня. Есть, конечно, косяки. Мы их покажем обязательно. Но в целом просто шикарная машина. Вот для сравнения сразу показываю GLS. Смотрите на то, как стоит фара. Вот у нее снятый бампер. Но я вам пытаюсь показать то, что происходит именно вот тут. Понимаете, да? То есть форма крыла не совпадает с формой фара. Вот, джеллась. Ой, а ГЛЕ, извините. Вот ГЛЕ тоже смотрю, да? Вот здесь фара стоит более-менее ровно. Более-менее. Знаете, за что я люблю свою аудиторию? Не только за то, что они действительно любят тачки. Конечно, я люблю не всю аудиторию. Ну, как и везде. Сами знаете. Но я очень люблю, когда парни не только разбираются, но и чувствуют, какие колеса должны быть, какие колеса не должны быть, что подходит, что не подходит. И в данный момент снимаю колеса. И сейчас объясню, почему. Во-первых, я сегодня покатался, и мне абсолютно не нравится, как ведет себя машина на этих колесах. Объясню, в чем была задача. Здесь стояли 275-е заводские, здесь стояли 285-е. Это ширина. Значит, мы поставили 285 спереди. Сделали диски. И сделали 295 сзади. Зацеп потрясающий. Машина перестала пробуксовывать колесами. Но! Управляется просто, как корова, сука, на льду. Вообще, как корова на льду. И мне не нравится. Ну, то есть, в моем понимании, это гонка. И я хотел оставить именно 20-й размер, чтобы не проиграть в динамике. Но! Мне вообще не нравится, как она себя ведет. Поэтому, что мы сейчас делаем? Первое. Снимаем эти колеса. И, скорее всего, мы их продадим. Но! Я хочу такой рисунок. Это потрясающий рисунок. И нужно делать что-то с цветом. Что мы будем делать? Если я поставлю 21-е колеса, я не знаю, насколько она будет проигрывать в динамике 0.100, но проигрывать она точно будет. Я не знаю, сколько. Но если паштет заставит на стоковых колесах ее ехать 2.4, то, значит, она на 21-ых будет ехать примерно 2.5-2.6. Мне, в принципе, этого достаточно, и я буду счастлив. Вопрос в подборке цвета и насколько крутой у нас Леня, насколько быстро он сможет сделать мне вот такие 21-е колеса. Лень, братан, пожалуйста. А вот пацаки едут, везут мне резину. А резину они мне везут. Мы еще поставим стоковые колеса, которые были, и поставим Корсу. Ту самую Корсу, которую я здесь же и ху**ил. Короче, что мы будем делать? В понедельник мы заставим эту малышку ехать 2.4, 2.5 до 100. И колдовать будет с этим паштет. А компания Power Wheels, которая делает мне все колеса, Леня, вот сейчас время сколько? Сейчас время без пяти девять. Братан, вот вы же называете, что вы суперкрутые ребята в этой стране. Вот сделайте мне колеса за день, за час, за два. Максимально быстро, пока, сука, не вышел снег. Вот сделайте мне. Вот я хочу ровно вот этот рисунок, ну, плюс-минус. Но желательно вот этот же. Мне он очень нравится. Мне нужно поработать с цветом. Она раньше была зеленая, матовая, с золотым оттенком. А давай попробуем сделать так. Она сейчас золотая. Сделайте мне колеса черные, не хочу. Хочу колеса зеленые, мат, ближе к черному. Красивый цвет, глубокий. И хочу 21 колеса. Понеслась. Продолжение следует...